Всем привет! Дядя Юра дает прогноз на матч 13-го тура Ла Лиги Сельта-Кадис. Встречаются 12-я и 5-я команды текущего сезона. Статистика команд. Сельта в последних 10 матчах имеет 2 победы, 3 ничьих, 5 поражений. Кадис в последних 10 матчах имеет 4 победы, 3 ничьих, 3 поражения. Сельта выиграла 2 последних матча у непростых соперников. Кадис на выезде проиграл только 1 игру из 5-ти. Как видим, обе команды тяготеют к низовым матчам, но при этом Сельта чуть больше играет матчи, в которых и забивает, и пропускает. У Кадиса больше нулевых матчей. В предыдущем туре Сельта обыграла на выезде Атлетик 2-0. Атлетик атаковал чуть чаще и нанес больше ударов по воротам Сельты, но все они были в молоко. Гости в концовке матча использовали две грубые ошибки в обороне Бильбао и добыли победу там, где ее никто не ждал. Кадис прибил дома Барселону 2-1. По сути, Барса привезла у Багала в свои ворота сама. Сначала Мингеса проверил реакцию Терштегена, после чего Хименесу не составило труда затолкнуть мяч в пустые ворота с полуметра. А второй гол соорудили Лонгле и Терштеген, которые не поделили мяч после вброса Аута, и Негреда спокойно его закатил в пустые ворота. Между этими двумя голами хозяева успели забить галешники в свои ворота. У Барса было 3-4 реальные возможности, чтобы сравнять счет, но Ледесма был непробиваем. В последний раз Сельта и Кадис играли между собой в кубковых матчах 2016 года. Тогда оба матча в сухую выиграла Сельта. Но сейчас немного другие команды. Кадис играет очень хорошо в выездные матчи. Ставит автобус и использует свои немногочисленные шансы в атаке. Сельта взяла две победы над непростыми соперниками. В какой-то степени можно говорить о фарте, который сопутствует команде. Кадис такая себе рабочая лошадка, которая медленно, но уверенно тянет свою ношу. В Буке дали почему-то уж очень низкий коэффициент на хозяев. Тут запросто можно ставить на гостей с форой плюс один. Если Кадис и проиграет, то очень маловероятно, что с разницей более чем в один мяч. Второй ожидаемой ставкой можно назвать вариант низового матча. Кадис отыграл на тотал больше предыдущую игру с Барселоной. Теперь можно опять впрыгаться на 3-4 низовые игры. Сельта последние два домашних матча также провела на тотал больше. И тут выше верея от настизового матча. По такой игре должно быть где-то 0-0, либо 1-1, или между ними. Есть связки ставок тотал меньше обе забьют нет, победа гостей с форой плюс один. Самый высокий коэффициент стоит на обе забьют нет, 1-69. На тотал меньше 1-65, на победу гостей с форой плюс один, 1-60. Если выбирать один вариант, пожалуй, можно взять ставку победу гостей с форой плюс один. Сельта выиграла два матча подряд. Третья игра подряд на победу над непростым соперником будет перебором. Но даже если Сельта и выиграет, вряд ли ее преимущество будет выше, чем в один мяч. Скорее всего будет ничья в этой игре. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизм и удачи. Будьте здоровы.